здравствуйте уважаемые подписчики главного патриотического канала страны очерки неугомонного павла а также уэр зрителей этот видеоотзор посвящен деревне алексеевка марьяновского муниципального района омской области приятного вам просмотра здравствуйте сегодня мы делаем видеообзор в деревне алексеевка марьяновского муниципального района омской области и берем интервью представьтесь пожалуйста я и шутка и шутка петр петрович очень приятно как давно здесь проживает уже прилично же прилично у вас две улицы здесь старая и новая а мемориал участников войны есть нет такого нет только магазин есть до школы 2 магазин один на одной улице другой на другой понятном мы проехали смотрим деревня чистое вот и вы тут порядок наводите да грибы-то появились в лесах я не знаю я в лес не хожу жена сейчас умерла еще нет не поперли хотя дожди хорошей водоемов здесь по близости никаких на рыбалку не ходит там котлован есть карасик есть а вода какая у вас здесь здесь ну она вода нам иртышную возят кому надо блин это мы пьем в это я пью на пример с колонки она маленькая соленковатая но я буду не пью а так жена готовит все с нее с воды ну спасибо вам большое за интервью будьте здоровы до свидания прослушайте продолжение произведения михаила шоулахова тихий дом а ухт капраль донесло ветром молодой звучный голос григорий приподнял голову шесть венгерских гусар красивых расшитых шнурами куртках ехали кучка передний на вороном крупном коне держал на руке карабин и негромко басовико смеялся кровь шепнул урядник гукнул зал а как а как а как залаяло позади эх чего вы испуганно крикнул и засосит кашевой и по лошадям проклятый взбесился тючо голос его прозвучал отрезвляюще громко по хлебам скакали разбившись цепкой гусары один из них тот который ехал передним насытом вороном коне стрелял вверх последний отставший припадая к шее лошади оглядывался держал левой рукой кельту чубатый вскочил первый и побежал путаясь ногами в житах держа на перевес винтовку сажениях 100 сбрыкивала и сучила ногами упавшая лошадь около нее без скепи стоял венгерский гусар потирал ушибленное при падении колено он что-то крикнул еще издали и поднял руки оглядываясь на скакавший вдали товарищи все это произошло так быстро что григорий опомнился только тогда когда чубатый подвел пленника к сосне сына и вояка крикнул он грубо рванув себе палаш пленник растерянно улыбнулся засуетился он с готовностью стал снимать ремень но руки его заметно дрожали ему никак не удавалось отстегнуть пряжку григорий осторожно помог ему и гусар молодой рослый пухлощекий парень с крохотной бородавкой прилепившийся на уголке бритой верхней губы благодарна ему улыбаясь закивал головой он словно обрадовался что его избавили от оружия пошавил в карманах оглядывая казаков достал кожаный кисет и залопотал что-то жестами предлагая покурить угощает улыбнул соврядник а сам уже щупал в бумажку закуривай на чужбяк хохотнул силанте казаки свернули цигарки закурили черный трубочный табак крепко ударил в голову винтовка его где жадностью затягивая спросил урядник вот она чубатый показал за спины простроченный желтый ремень надо его сотню в штабе небось нуждается в языке кто погонит ребята спросил урядник перхая водя казаков по соловелыми глазами я провожу вызвался чубат ну гони плен и видимо понял за улыбался кривой жалкой улыбкой пересиливали себя он суетился вывернул карманы и совал казакам помятый влажный шоколад русин их руси нихтовстрийц он коверкал слова смешно жестикулировал и все совал казакам пахучий мятый шоколад оружие есть окромя спросил его урядник да ты не лопачи не поймем все одно риверверт есть бах бах есть урядник нажал в нем и спуск пленный яростно замотал голову не есть не есть он охотно дал себя обыскать пухлые щеки его дрожат из разорванных на колене риту стекала кровь виднелась на розовом теле ссадина он прикладывал к ней носовой платок морщился чмоков губами безумолочно говорил кепи его осталось возлюбитой лошади он просил прощения сходить взять одеяло кепи и записную книжку в ней ведь фотография его родных урядник тщетно селился его понять и безнадежно махнул рукой гони чубаты взял у кашу своего коня сев поправляя винтовочный ремень указал рукой иди и служивый тоже вояка и ядрена матриона поощренный его улыбкой пленный улыбнулся и шагая рядом с лошадью даже заискивающей фамилиалностью хлопнул ладонью по сухой голени чубатова тот сурово откинул руку натянул поводья пропуская его вперед иди черт шутки шутишь пленный виновато заторопился пошел уже серьезный часто оглядываясь на оставшихся казаков белесы его вихры задорно торчали на макушке таким он и остался в памяти григория накинутая в напашку расширная гусарская куртка белесы и торчмя поднятые вихры и уверенная правая походка мелехов поди его коня расседлай приказал урядник и сожалению плюнул на остаток цигарки уже припекавший пальцы григорий снял с убитой лошади седло зачем-то поднял лежавший неподалеку кепи он понюхал подкладку ощутил прямый запах дешевого мыла и пота нес седло и бережно держал в левой руке гусарская кепи казаки сидя на корточках у сосны копались сумках рассматривали невиданной формы седло табачок хорош у него надо большой на сыгарку попросить пожалел силанте да что верно то верно хорош табак бутажник сладкий так маслом по глотке и идиот урядник вздохнул при воспоминании и проглотил слюну спустя несколько минут из-за сосны показалась голова лошади чубаты ехал обратно ну испуганно скочил урядник упустил помахивая плетью чубаты подъехал спешился потянулся разминая плечи куда делал австрийца допытывался подступая урядник чего лезешь оглянулся чубаты побег он думал убечь упустил выехали на просеку он и ахнул срубил я его брешешь ты крикнул григорий зря убил ты чего шумишь тебе какое дело чубаты поднял на григория ледяные глаза как григорий медленно пристал шарил вокруг себя подпрыгающим руками не лезь куда надо понял а не лезь строго повторил чубаты рванув за ремень винтовку григорий стремительно вскинул вверх плечу палец его прыгал не попадая на спуск странно косилась побуревшее лицо но но угрожающе вскрикнул рядник подбегая григорию толчок опередил выстрел и пуля сбивая хвою с сосен запела текучий тонко что же это ахнул кашевой силанте вках сидел с открытым ртом так и остался урядник пихая григория в грудь вырвал у него винтовку лишь чубаты не изменил положение он все так же стоял отставив ногу держался левой рукой за поясок стреляющего убью рванулся к нему григорий да вы что как это под суд под расстрел скачете клади оружие заорал урядник отпихнув григория стал между ними распятием расклячивать руки брешешь не убьешь сдержанно смеялся чубатый подрыгивая оставленной ногой на обратном пути их уже в сумерках григорий первый заметил на просеке труп зарубленного подскакал опережая остальных удерживая всхрапывающего коня смотрелся накручал мху далеко откинув выгонутую руку плашмя зарывшись лицом в мох лежал зарубленный на траве тускло осенним листом желтела ладонь ужасающий удар нанесенный по всей вероятности сзади расклинил пленного надвое от плеча наискосось наискось до пояса полохнул он его глухо проговорил урядник проезжая испуганно косясь на белесые вихры убитого никва торчавшие на покривленной голове казаки ехали молча до место стоянки сотни сгущались сумерки черную перистую тучу гнал запада ветерок откуда-то с болота подползал пресный запах мочежанника ржавой сырости гнилья гукола вы грёмная тишина прерывалась звяком конской сбруи случайным стуком шашки остремя хрустом хвои под копытами лошадей над просекой меркли на стволах сосен темнорудые следы ушедшего солнца чубатый часто курил тлеющий огонек освещал его толстые с выпуклыми черными ногтями пальцы крепко сжимавшие цыганку туча наплывала над лесом подчеркивая сгущая кинутый на землю линялый непередаваемая грустные краски вечера операция по захвату города началась рано утро пехотные части имея на флангах и в резерве кавалерию должны были повести наступление от леса с рассветом где-то произошла путаница два полка пехоты не пришли вовремя 211 стрелковый полк получил распоряжение переброситься на левый фланг во время обходного движения предпринятого другим полком его обстреляла своя же батарея творилось несуразное кубительная путаница коверкала планы и наступление грозило окончиться если не разгромом наступающих то во всяком случае неудачи пока перетасовывалась пехота и выручали артиллеристы упряжки и орудия почему-то распоряжению направленные ночью болото 11 дивизия пошла в наступление лесистая болотистая местность не позволяла атаковать противника широким фронтом на некоторых участках эскадроном нашей кавалерии приходилось идти в атаку подзводно четвертая и пятая сотни двенадцатого полка были отведены в резерв остальные уже втянулись в волну наступления и до оставшихся донесло через четверть часа гул и тресучий рвущийся бой тронулись наши пошли пулемет очистит наших должно выкашивать замолчали а добираются значит за раз и мы любовь нку потянет отрывочно переговаривались казаки сотни стояли на лесной поляне крутые сосны жали глаз мимо чуть не на рысях прошла рота солдат молодецкий затянутый фельдфебель предстал пропуская последние ряды крикнул хриповато демни ряды рота протопотала звякая манерками и скрылась за ольховой зарослей совсем издалека из-за лесистого вала удаляясь опять приплыл ослабевший перекатистый крик ра а ура а и сразу как обрезанный крик смог густая нудная нависла тишина вот как добрались ломают один одного секутся все напряженно вслушивались но тишина стояла непроницаем на правом фланге громила наступающих австрийская артиллерия и частой строчкой прошивал слух пулеметы мельхов григорий оглядывал взвод казаки нервничали кони беспокоились будто овощ жалил чубатый повесив на луку фуражку вытирал сизую потную лысину рядом с григорием жадно напевал самохорочным дымом мишка кашевой все предметы вокруг были отчетливы и преувеличены реальны так бывает когда не спишь всю ночь сотни простояли в резерве часа три стрельба утихала и нарастала с новой силой над ними прострекотал и дал несколько кругов чей-то аэроплан он кружился на недоступной высоте и полетел на восток забирая все выше под ним в голубом плесе вспыхнули молочные дымки шарапнельных разрывов били из зенитки резерв ввели в дело к полудню уже искурен был весь запас махворки и люди изныли в ожидании когда прискакал ординарец гусар сейчас же командир четвертой сотни вывел сотню на просеку и повел куда-то в сторону григорию казалось что едут они назад минут двадцать ехали почаще смяв построение к ним все ближе подползали звуки боя где-то неподалеку сзади беглым огнем садила батарея над ними склекотом и скрежетом одолевая сопротивление воздуха проносились снаряды сотня расчлененной облуждания по лесу беспорядки высыпала на чистое в полуверсте от них на пушки венгерские гусары рубили прислугу русской батареи сотня стройся не успели разомкнуть строй сотня шашки вон в атаку марш марш голубой ливень клинков сотня увеличивая рысь перешла в намет возле запряжки крайнего орудия суетилась человек шесть венгерских кусан один из них тянул под узцы зноровившиеся лошадей второй бил их палашом остальные спешные пытались тронуть орудия помогали вцепившись спицы колес стороне на куцехвостые шоколадные масти кобыли горцевал офицер он отдавал приказание венгерцы увидев казаков и бросив оружие поскакали вот так вот так вот мысленно отсчитывал григорий конские броски нога его на секунду потеряла стремя и он чувствуя свое неустойчивое положение на седле ловил стренья с внутренним страхом свесившимся поймал в дел носок и поднял глаза увидел орудийную запряжку шестерней на передней обнявшего руками конскую шею зарубленного ездового в заплавленной кровью и мозгами рубахи копыта коня опустились на хрустнувшие под ним тело убитого номерного возле опрокинутого зарядного ящика лежало еще двое третий навзнич распластался на лафете опередив григория скакал силантеф его почти в упор застрелил венгерский офицер на кусохвостой кобыли подпрыгнув на седле силантеф падал ловил обнимал руками голубую даль григорий дернул по воде норовя зайти с подручной стороны чтобы удобнее было рубить офицер заметив его маневр выстрел из-под руки он расстрелял в григория револьверную обойку и выхватил палаш три сокрушительных удара он как видно искусный фехтовальщик отразил играючи григорий кривя рот настиг его в четвертый раз привстав на стременах лошади их скакали почти рядом и григорий видел пепельно-серую тугую бритую щеку венгерца и номерную нашивку на воротнике мундира он обманул бдительность венгерца ложным взмахом и изменив направление удара пырнул концом шашки второй нанес удар в шею где кончается позвоночный стол венгерец роняя руку с палашом и поводя выпрямился выгнул грудь как от укуса слег на луку седла чувствуя чудовищное облегчение григорий рубанул его по голове он видел как шашка по стоке пьелость в кость выше уха страшный удар в голову сзади вывало григория сознание он ощутил во рту горячий рассол крови и понял что падает откуда-то сбоку кружась стремительно не слазь на него одетая жневьем земля продолжение следует благодарю всех тех кто досмотрел этот видео обзор до конца подписываемся на главный патриотический канал страны очерки неугомонного павла призываем подписаться родных и близких до новых встреч дорогие друзья будьте здоровы